Всем привет! Меня зовут Сева, я программист. Сегодня я расскажу вам о квантовых компьютерах. В частности, что это такое, чем они отличаются от привычных нам традиционных компьютеров, как они должны теоретически работать, как они работают, типа, по факту. Также пару слов о том, что такое квантовая телепортация и почему мы не пользуемся ею, чтобы добираться на работу по утрам. Итак, поехали. Сначала вкратце про традиционные компьютеры, вычислительные машины в общем. В 1936 году британский математик Алан Тьюринг, известные лица, сформулировал математическую модель машины, так сказать, машинов Тьюринга. Это гипотетическое устройство, состоящее из бесконечной ленты в две стороны с ячейками. Вот. Состоящее из бесконечной в две стороны ленты с ячейками, в которых может быть записаны какие-то символы некоторого условного языка, и управляющего устройства, которое может передвигаться вправо-влево по ленте, считывать и записывать символы. Соответственно, также он озвучил концепцию алгоритма, как последовательность действий необходимых машине для вычисления результата. Иначе говоря, программа — это последовательность действий, необходимая машине для вычисления результата. Собственно, современная машина Тьюринга, которую мы вроде как смогли построить, — это микропроцессоры современных компьютеров. Сейчас они выглядят в виде маленькой тонкой пластинки кремния, в которую впаяно множество транзисторов. Касательно транзисторов — немножко позже. Сейчас остановимся на программах. Любая программа, компьютерная программа, она должна быть переведена в бинарный код, на котором между собой общаются разные микросхемы компьютера. Бинарный код — это символы этого некоего языка, который должно считывать из лечеек машина Тьюринга, то есть управляющие устройства. Это единицы и ноли. Многие знают об этом. Это называется малейшим единицей информации, бит. Единица или ноль — это бит. Как, собственно, между собой могут обмениваться символами вполне вещественные устройства? В современных транзисторных микросхемах, которые у нас используются, логический ноль выражается в виде напряжения. Напряжение в диатозоне от 0 до 0,8 В, а логическая единица в виде напряжения от 2,5 до 5 В, которое подается на процессор, транзисторы воспринимают это. Что такое, собственно, транзисторы на процессоре? Электрический ток, как вы наверняка знаете, это движение электронов из одного места в другое. А транзисторы, собственно, через которые этот ток проходит, в данном случае работают как выключатели или шлюзы. Они могут останавливать движение электричества. Вот. Кстати, для сравнения, это современные транзисторы, его размер 14 нанометров. Чтобы вы понимали масштабы происходящего, это как бы молекула вируса. То есть транзистор приблизительно в 8 раз меньше, чем диаметр молекулы вируса ВИЧ, и в 500 раз меньше, чем эритроцит, это красная клетка крови. То есть масштабы впечатляют, не так? Вот. В 65-м году один из основателей компаний Intel, это известная очень компания на рынке вычислительных машин, устройств, как бы заметил, что вычислительные машины, микросхемы, которые они производят, имеют мощность приблизительно вдвое большую, чем предшественники, которые вышли год назад. Это эмпирическое наблюдение, которое гласит, что мощность вычислительных машин растет экспоненциально. Было названо законом Мура. В 75-м году, собственно, Гордон Мур немножечко переформулировал этот закон, и сейчас он гласит о том, что каждые два года количество транзисторов на микросхемах вычислительных машин увеличивается вдвое. Также уменьшается их размер, соответственно. Мощность растет. Также еще буквально момент, что количество транзисторов на современных процессорах достигает миллиардов. Ну, количество миллиардов. Вау. У меня голова иногда кружится. Проблема заключается в том, что когда транзисторы достигнут очень маленького размера, размера буквально нескольких атомов, то они не смогут останавливать электричество, они не смогут справляться со своей задачей. Это связано с квантовыми свойствами. Сейчас вплотную подходим к квантовой физике. Такое свойство называется квантовым туннелированием, когда электрон сможет проходить, игнорируя транзисторы. Сейчас я хочу немножко, так сказать, пробежаться по квантовой физике, но попрошу отнестись ко мне немножко благосклонно, поскольку это очень сложный раздел теоретической физики, и некоторые термины будут сформулированы и озвучены достаточно грубо. Если хотите, мы сможем потом обсудить детали после лекции. Вот. Собственно, фотон. Фотон — это элементарная частица. Это также его можно назвать квантом электромагнитного поля. Он двигается со скоростью света, около световой скорости. Также ему присущ корпускулярно-волновый дуализм, так сказать, суперпозиция. Дуализм этот заключается в том, что фотон, как частица, у него есть свойства и частицы, и волны. Вы можете записать и погуглить, что это. Я не хочу углубляться в девы. Вот. Просто примите наверх. Пусть это будет магией. Что такое квантовая телепортация? Квантовая телепортация — цитата из Википедии. Передача квантового состояния фотона, например, на расстояние при помощи разъединенной в пространстве, но при этом сцепленной, запутанной, пары, при которой состояние разрушается в точке отправления при проведении измерения, после чего воссоздается в точке приема. Достаточно такое сложное объяснение. Я его объясню попроще. Квантовая телепортация, телепортация информации, можно сказать, осуществляется за счет явления квантовой запутанности. Есть доска, прекрасно. У каждого фотона есть такая штука, свойство, которое называется спином. Спин или спиральность — это направление вращения фотона, он же движется с соколоскоростной световой скоростью. Допустим, это гипотетический фотон, и у него есть спиральность положительная, то есть по направлению частицы, ну, по направлению движения частицы. Есть фотон с отрицательной спиральностью, против направления. Они должны обладать одинаковой длиной, для того, чтобы мы могли их запутать, воздействуя на них электромагнитным полем. Магические воздействия. Таким образом, суть квантовой физики такова, что фотоны, как кванты, находятся в суперпозиции, а измеряя их, то есть узнавая, в какую сторону, так сказать, смотрит спиральность, мы задаем строгие рамки. До того, как мы смотрим на фотон, он одновременно имеет и положительную, и отрицательную спиральность. Итак, имея вот эту вот пару фотонов положительной и отрицательной спиральности, мы можем, скажем, растащить вот этот с отрицательной куда-то вот далеко. Современные ученые провели эксперимент, в котором растащили фотоны между собой на 100 километров по оптоволоконному кабелю. Это на данный момент максимальная длина квантовой телепортации. Изменяя, воздействуя на фотон, измеряя его, соответственно, изменяя его спиральность, мы точно так же изменяем спиральность его пары. То есть, если у этого фотона спиральность поменяется на противоположную, точно так же у этого фотона, который мы не видим, он находится где-то далеко, мы его не видим, мы на него не воздействуем, у него спиральность поменяется тоже на противоположную. Такое понятие называется квантовой запутанностью и реализовывает квантовую телепортацию информации. Теперь представим на секунду, что положительная или отрицательная спиральность это и есть наши логические единицы и ноль, то есть биты информации. Таким образом мы подходим вплотную, собственно, к квантовым компьютерам. Бит информации, современные бит информации, в традиционных компьютерах, это либо единица, либо ноль. Третьего не дано. В квантовых компьютерах, которые построены на квантовой системе, а квантовая система реализована, собственно, с квантовыми частицами, фотонами, например. Единица информации это кубит. Это, условно говоря, одновременно фотон и такой, либо если это бит, то одновременно он и единица, и ноль. Он в суперпозиции. Возьмем для примера 4 классических бита, ну, обычного компьютера. 4 бита это 2 в четвертой степени, соответственно, 16 возможных комбинаций. Соответственно, в классическом компьютере, традиционном, мы должны выбрать одну из этих комбинаций. 4 кубита же, так сказать, имеют одновременно все эти 16 комбинаций за счет суперпозиции. Неопределенность. Вау. Таким образом достигается определенный параллелизм. Ведь все мы помним, что комбинация этих единиц и нолей, суть программы, да, алгоритм, который нужен машине. А таким образом, с этими плавающими единицами и нолями, непонятно, что за программа, ну, как достичь определенной стабильности, да. Прошу прощения. Современные квантовые компьютеры существуют и не существуют. Они, можно сказать, находятся в суперпозиции. Канадская компания D-Wave утверждает, что она построила первый в мире квантовый компьютер. Им удалось задержать вот этот эффект запутывания квантов с помощью ионных ловушек. Кто интересуется, советую почитать интересные новости. Они в сотрудничестве с Google и с NASA занимаются разработкой квантовых компьютеров, но скептики утверждают, что пока что эти компьютеры, они работают как классические. То есть, квантового эффекта нет. Вот, да. Спин. Квантовые компьютеры сферические в вакууме, о которых, как бы, ну, говорят нам. Которые имеют суперпозицию, которые за счет запутанности, за счет дуализма, за счет параллелизма имеют в разы намного больше вычислительную мощность. Да, это так. Они имеют в разы большую вычислительную мощность. Но на данный момент все, чего достигли, как бы, с этими компьютерами DEWAIT, во всяком случае, это решение вполне конкретных определенных задач. Это оптимизация данных. Это работа с большими массивами данных, в частности, с большими базами данных. Ведь традиционные компьютеры работают как? Для того, чтобы найти что-то в базе данных, ему нужно перебрать все записи и выбрать необходимую. Квантовый компьютер, в свою очередь, параллельно обрабатывает все эти записи и времени ему нужно, ну, намного меньше. Он, как бы, выдает на гора результат очень быстро. Просто невероятно быстро. Проблема только в том, что современные компьютеры, современные, традиционные, в свете того, что, как бы, над ними работают очень-очень долго, а в них научились исправлять некоторые логические ошибки, потому что, ну, ошибки возможны, поскольку электричество нестабильно, а кванты куда более нестабильны, чем традиционное электричество. Квантовый мир очень зависим от всего, что происходит с нами на нашей планете. На кванты может влиять радиация, нейтрино, солнечный ветер, вот это вот все. Это все очень нестабильно, поэтому для того, чтобы они работали, они должны быть в очень изолированной среде, как, например, ионные ловушки или температура, максимально приближенная к абсолютному нулю. Ну, к сожалению, ну, в таком обычном плане квантовые компьютеры не могут заменить традиционные. Они для этого не предназначены. А вот в плане оптимизации или в плане, например, симуляции, симуляции того же квантового мира, для того, чтобы лучше разобраться в природе квантовых частиц, симулировать их, опять же, симуляция для химический дизайн, если вам говоришь что-то, о чем-то это словосочетание. Но современные компьютеры используют для того, чтобы моделировать определенные штуки с ДНК, чтобы изучать белки. Но даже при используя традиционные компьютеры, возможно, масса неточностей, поскольку ДНК и белки тоже в своем роде, как рассказывал Глеб, очень сложный механизм. Квантовые компьютеры позволяют внести ясность, что ли, исключить ошибки. Также, о чем еще говорят и опасаются многие люди, квантовые компьютеры, они из-за вот этого параллелизма, они убьют всю IT-безопасность современных систем. Объясню немножко поподробнее. В данный момент при обмене данными между компьютерами, при отправке почты, онлайн-платежей и прочего, ваш компьютер отправляет определенный ключ, который позволяет шифровать сообщения, которые входят между компьютерами. Вот. Вы раздаете ключ, то есть последовательность определенных символов. Суть в том, что, имея этот открытый ключ, можно подобрать и секретный ключ, чтобы перехватить и расшифровать ваши сообщения. Это теоретически возможно, но с мощностью традиционных компьютеров очень время затратно. То есть для того, чтобы брутфорсом подобрать секретный ключ на традиционном компьютере, понадобится реально годы, годы, масса ошибок. Очень много времени, это нецелесообразно. В то время, как квантовый компьютер, пользуясь вот этими своими суперпозициями, параллелизмом, подберет, в общем-то, секретный ключ намного быстрее. То есть реально в разы, в разы быстрее. Очень быстро. Ух. Мало терминов слове «быстро». Конечно, ну, это не может меня беспокоить, потому что тогда информационная система безопасности рухнет. Это нужно продумывать целиком, передумывать всю концепцию связи компьютеров, людей, соответственно, между собой. Однако, опять же, квантовые компьютеры, возможно, позволят построить такую информационную систему безопасности, которую даже другие квантовые компьютеры не смогут взломать. Это, конечно, все еще влажные мечты, потому что квантовых компьютеров в продаже нет. Они только, можно сказать, на прототипном этапе. Но вот недавно была новость о том, что Google тестировали квантовый компьютер и сказали, что он прошел тест. Тест на алгоритме квантового отжига, сейчас чуть-чуть вкратце скажу, что это такое. И сказали, что да, он справился с задачей, и что он приблизительно в 100 миллионов раз производитель не традиционного компьютера. 100 миллионов раз. Это достаточно много. Опять же, стоит сказать, что сфера, вот это вот тонкое место, в котором было предложено для решения квантовому компьютеру, она была заточена для того, чтобы он показал свою мощь. То есть, ни о какой объективности, к сожалению, пока речи не идет. А что такое квантовый отжиг? Это, собственно, эмуляция, это алгоритм поиска оптимального решения на основании имитации физического процесса, кристаллизации веществ. Почему квантовый отжиг? Потому что кристаллизация веществ происходит при отжиге металла. Можно ли сказать, что квантовые компьютеры уже существуют в том смысле, как мы их хотим видеть, как нам сформулировали, как нам это обещали? К сожалению, пока вот пока нет. Однако, говорят, ну, ученые говорят, что в течение ближайших 10-15 лет у нас будут уже полноценные квантовые компьютеры. Проблема сейчас именно в материальном осуществлении этого всего. Система построения квантового процессора слишком сложна. Вот это процессор компьютера D-Wave. Он занимает шкафчик, занимает несколько старые суперкомпьютеры. Ну, что я хочу добавить от себя? Я очень надеюсь, что с квантовыми компьютерами все-таки как-то у нас получится, потому что это, блин, это революционный скачок технологии. Это всегда хорошо. Для технологий. Надеюсь, что будет так же хорошо для людей. Спасибо за внимание. Если у вас еще остались вопросы, вот, это молекула, симуляция молекул. Если у вас еще остались вопросы, пожалуйста, задавайте. Также можно будет пообщаться на перерыве. Спасибо.